Всем привет дорогие друзья, на связи как всегда Юрчик, ребята, и сегодня в гостях у меня Димка Фёдоров, где мы с вами устроим зарубу и шоу в GTA 5 онлайн под названием «Спуск без тормозов с огромной дуги». Здарова, ребята, всем привет. Что ж, ребятушки, именно здесь мы тестируем машины из реальной жизни, будем использовать абсолютно всё, от крупногабаритов до запорожцев, поэтому чем быстрее машина, тем лучше. Вкратце правило, мы разгоняемся, ребята, вот с этой огромной дуги, максимально разгоняя скорость, которая сможет набрать машина, ну, в общем-то, непосредственно своим двигателем. Здесь, ребята, на стрелках мы отпускаем педаль газа и начинается самое интересное, машина начинает тормозить двигателем и наша задача, как можно дальше уехать по прямым, которых здесь аж 395 штук, ребята. В конце вы видите ворота, они приносят экстра балл в 400 очков. Напомню, ребята, что у нас проходит неделя марафона, эксклюзивные ролики, где мы тестируем машины не просто так, а с чиповкой непосредственно на 10%. Поэтому, ребята, как вы видите, я вам покажу, мы ставим мультиплейсы на 10%. Что это даёт? Машина, как правило, едет быстрее. Машины, которые ехали и так без этого по накату, должны ехать прям офигеть, какая круто, поэтому сегодня надеемся на хороший дроп и на то, что мы расчехлим ворота. А слушай, у меня Бугатти, у тебя интересное Ауди, мы, ребята, начинаем, ну а вы сходу поддержите марафон, давайте наберём 5000 лайков, ребята, и следующая рубрика будет тоже, ребята, эксклюзивная, где мы поставим чиповки и будем с вами смотреть на крутые тачки. А если будете топить очень хорошо, то будем чиповку, ребята, с вами постепенно увеличивать. А что ж, я еду неплохо, у меня хорошая Бугатти, но ты быстрее, такое ощущение, сколько у тебя? Неплохо, 470, к сожалению, на моей Бугатти, и, ребята, на стрелках мы отпускаем педаль газа, и с этого момента машина тормозит двигателем. Чем быстрее тормозит, тем хуже, разумеется, если не тормозит, тем лучше, всё очень просто. Так, ну, я тебя не догоню, такое ощущение, скорость у тебя всё-таки побольше была. Сколько у тебя по итогу? Так, у меня, ребята, 45, спойлер у Бугатти опустился, прикольные, кстати, тачки, да, очень неплохая тачка. Так, ну и ты, в общем-то, на 60 остановился на Ауди. Что ж, твои баллы, мы идём, ребята, уже на второй раунд. Что ж, ребята, напишите в комментариях, какая у вас по жизни мечта, чего бы вы хотели, допустим, получить в ближайшие 10 лет. Ну, не то, что там миллион баксов просто так, а вот что-то такое, то, что реально можно осуществить. Мне будет прям максимально интересно, чем мои подписчики дышат. Так, у тебя три тачки, один из них хороший Кабан и РС-ка хорошая, поэтому выбор прям топовый. У меня отличная Диабло упала, и вторая тачка, это что такое, кстати? А это новый Макларен, кстати, вот такой прикольный. Так, Диабло топовая. Смотрите, ребят, что за Макларен, вот такой вот необычный, то есть вот такая здоровенная штука, типа одновременно сразу и спойлер, и какой-то сплиттер. Короче, максимально такая футуристичная, думаю, такой даже и не будет. Чисто концепт-кар для киберпанка какого-нибудь. Слушай, у тебя топовая РС-очка, у меня топовая Диабло. Ну, на самом деле, у тебя и Кабан был прям лютый, там 300 лошадей было. Почему РС-ка? Сколько под капотом? Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, 300 под капотом. Тоже 300, да? Ну, окей, вопросы. РС-ка тоже, значит, ребята, хорошая. Но я не уверен, что Диабло с ней сможет как-то конкурировать, хоть скорости лютые. Сколько на стрелках? 800. 715 у меня. То есть хорошая тоже Диабло, но скорость у меня летит очень быстро. А у тебя и РС-ка, походу, прям реально хорошая. Главное, тебя хоть чуть-чуть догнать Потому что ты уходишь Да, но у меня скорость быстрее теряется, значит Так, ну, добрую соточку проезжаю У меня просто скорость вниз полетела, ребята Так, а ты Ты пропал с радара, ты ушел Это хреново Так, 120, 125 Ну и, ребята, моя остановочка уже не за горами 130, у тебя как дела? Эээ, 205 Эээ, и я остановился, ребята, 135 очков И я все-таки заехал Давайте догоним Димона Эээ, так, 205 уже было Это хорошо, и где ты, где ты, где ты, где ты, где ты 245 уже Неплохо, а что по скорости? Эээ, 150 Эээ, тормозит уже РСка Но плюс-минус, кстати, она До сюда и доезжала, вроде как Если это та самая И неплохо, то есть по накату, ребята, посмотрите, как она медленно едет Сколько у тебя там еще ограничитель? Давайте, наверное, вот так даже сделаем 85 Все равно машина по прямой едет Ээ, так, 275 Ой-ой-ой, хорошие баллы То есть, ребята, у меня 135 И здесь уже на 150 баллов намного лучше, чем у меня была тачка Надо будет отыгрываться Так, 285 Ну и остановочка Да Получается, сколько? 100 Да, 150 баллов Ровно именно Отрыв Неплохо, ребята Первая отличная тачка Хорошие баллы А мы идем на следующий раунд Что ж, окей, продолжаем, ребята Надеемся на хороший рандом Так, у меня Астон Мартин хороший И какой-то эволюшен, который, к сожалению, развалюшен Эва здесь не поедет Не буду его смотреть Что, тот же самый, что ли? Так, ну, у меня прям 324, братан У меня хороший Астон Мартин Тот самый Вроде как быстрейший Он по накату ехал Но я надеюсь, что он разгонит Тоже не меньше 700, ребята, километров в час Это очень важно Уже, кстати, 500 600 Отлично 700 400 Ну и 754 Что ж, ребята Наша цель Минимум 200 баллов Это будет прям вообще идеально Нужно отыгрывать, конечно же, очки И вроде как Астон Мартин неплохо справляется пока что Как у тебя дела? Да пока плохо Сколько? 55 То есть ты уже остановился, да? Ну, уже тормози, да, жестко Так, ну если у тебя 55 очков Было разница 150 То есть мне 205 очков Ребята, как минимум, нужно взять Но я их не побиваю Астон Мартин быстро остановился 145 у меня всего лишь То есть я даже прошлый раунд не отыграл, к сожалению Немножко в минус мы играем Еще 60 баллов, ребята, нужно будет отыграть Понимаю Три машины для меня, потому что я был дальше Это, в принципе, неплохая тема Так, у тебя Скай старенький И фиговая тачка А Хуракан, кстати, отличный вроде как Мазерати такая прикольненькая тачечка Так, Эксплорер И Ночной Рыцарь Я очень сильно надеюсь, что это та самая тачка Это не та самая тачка, ребята Так, это Пикадо Какой-то Экспедишн не поедет Ночной Рыцарь 174 А тут сколько? 159 Не доверяю Рыцарю Возьму все равно Ламбу Машина такая себе Окей, поехали Посмотрим К сожалению С Хураканом не повезло Если был бы реально Хуракан Который у нас тот самый Единственный Не перформант А обычный Вот он прям топовый Ну, 400-ки есть Но это такой Среднях, ребята Больше по скоростям То есть вы сами видели скорости И все, я уперся 444 Прикольно Так Очень быстро остановлюсь Давай-давай-давай-давай Даже, как говорится, гадалки, ребята Не ходи Такие тачки имеют хорошие тормоза До 400-то упал на стрелках И ты еще и быстрее меня Смотри по накату Стихаря ешь 25 30 35 Ну и в лучшем случае, ребята Остановимся на одной платформе Если у меня ламба Докочегарит Если ты 45 не возьмешь У меня 40 Я остановился 40 тоже Боевая ничья Разница была небольшая В километр же Поэтому плюс-минус Ребята, понятно Боевая ничья, ребята Решается очень просто У нас на спаун По три машины Поэтому смотрим Тесла Не знаю, как она едет По накату Вопросы огромные У тебя с Зенторна Была Супра Драгстер И получается Ниссан Так, ребята У меня была Тесла 234 Но Тесле я не доверяю Она очень быстрая У меня Мустанг интересный Вилар не особо Но проблема в том Что Вилар Ребята Когда с Нитро Мы разгонялись Он неплохо разгонял Высоту и летел Я поэтому рискну Очень сильно Возьму Вилар Хоть он у меня Самый медленный 400 неплохо Так, а ты почему Не взял Ниссан Это не тот был? Не тот Это их там миллионы Но это не тот 450 Ну это правда У нас очень быстро Слушай, а я с Виларом Не прогадал Вилар самый медленный Под капотом Но эта машина По накату едет За этого она и летала Почти 700 Прикинь Я не думал Что он так разгорится Без Нитро Но, ребята Это напомню Что только благодаря Тому, что у нас Эксклюзивная серия То, что у нас Стоит чиповка На 10% И при этом Вилар, кстати Ну слабовато Теряет скорость Да, я очень быстро Остановлюсь, скорее всего Сколько у тебя по скорости? Сколько ты проехал? Ну, типа 40 40 Итого, ребята Мне нужно отыграть Как минимум Сотку нужно было Сотку я проехал Ну и еще плюсом Где-то 45 Но это плохо То есть В любом случае Эта машина Несмотря на то Что она реально Фуфлемицин под капотом И может быть Просто так не поехала Она прям 145 взяла Но вопросы Блин Если бы, допустим Был тот самый Ниссан Прям хороший Он бы, наверное Уехал не хуже Чем мы сегодня Видели РС-шестую Поэтому, ребята По баллам Непонятно, что происходит Мы где-то рядом Но мы идем дальше Продолжаем, ребята Окей Машинки пока Сегодня максимально интересные У меня старый Кадиллак Который я там Размотал Развалил Кстати, РС-ка Так, у тебя БРЗ-шка Это что такое? Это лотус Так И Ф1, да? Да Ф1 Под капотом у Ф1 Мало У этого вообще 105 У этого 180 Я иду Ва-банк, ребята Я беру корыто И не просто Так Потому что Такие машины Как правило Едут А БРЗ-шка Раньше была Сбалансированная Тачка Хорошая У нее были тормоза Вроде как Поэтому вопросы Что будет у нас В эксклюзивной серии Но, тем не менее Кадиллак, ребята Я очень сильно надеюсь Что разгонится Такие машины Нас удивляли И не раз На этот, к сожалению К ним не относится Да? Да К сожалению Потолок Своих возможностей Не разогнал 470 Падает уже На стрелках 435 И скорость Тоже быстро Полетела Мне повезло, ребята Да Не каждая старая машина Едет по накату Это, кстати, Кадиллак Во Я только сейчас обратил внимание Ну, мне 400 было Поэтому такое сядь Ну, я вижу Тут сильно очень тормозишь Ну, слушай 50 как бы взял 50 хорошо То есть, ребята Напомню Что у нас машины Без чиповки Останавливались Ну, самое худшее На 15 А такой средний балл Был где-то 30 То есть, сейчас он Примерно до 40 увеличился У тебя сколько вот сейчас? У меня 35 35 До 40 чуть не доехал Но, в принципе, вот эта разница есть 70 баллов По итогу я взял В любом случае По накату Чуть-чуть машина дала Это неплохо Пишем на счет И погнали дальше Продолжаем Улыбаемся Машем Смотрим Что это нажало? Какие-то лодки Оооо Что бы не выходит Ну, ладно Это он, да? Это вроде гудело Как оно Так Смотрим Ская Емать 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 У меня кибер говно Еще 408 над капотом И у меня он Неплохой А он бы не поехал далеко Поэтому На него особо не ведись Да Он такой своеобразный Что у тебя за тачка? Что-то я не обратил внимания Пока sky рассмотрю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ёпта! Ребята, если это будет сейчас не 400, я буду вахерить, я серьёзно говорю. Это тот самый. Емать. Братан, 860, скорость вообще не падает. Но если, блин, он не справится, если он не доедет до конца, а он, скорее всего, не доедет до конца, потому что скорость, мне кажется, летит быстро вниз. А хотя... Братан, 150 и скорость 650. Это будут ворота, да? То есть, ребят, что вы понимали, есть тачки, которые люто едут по накату, а мы с вами, как минимум, сегодня такие видели. Но благодаря тому, что они ещё и не теряют скорость, как Sky, а он не теряет 250, у меня ещё 500 км в час. Я думаю, что впервые за последний, наверное, месяц, в котором мы снимаем рубрику «Коспост без дуги», мы наконец-то возьмём ворота, ребята, второй раз. Напомню, что было всего две машины, но ещё не доехал, но поэтому, как бы, знаешь, такое бывало, что машина останавливалась на 395 на последней платформе, прямо перед воротами, но внутрь не заехала, поэтому не считается, что она заехала на 400, но, ребята, Sky тот самый, тот самый 395. Что ты понимал, влетая в ворота в запасе 257 км в час было. Да, да, это очень хорошо. Что у тебя было по итогу, скажи, потому что я не слышал. Да, вон. Да, у меня получается на 40 и 45, ну, грубо говоря. Господи, 40. Смотрите, ребята, сколько проехал Sky, то есть это по-настоящему чит-тачка, чтобы вы понимали, наши читы, которые очень быстрые, они едут максимум до 75, до 100, то есть единственный чит, который доезжает до конца, это Chiron, но он попадается очень редко. И это, на самом деле, просто колоссальное расстояние. Вот я только-только-только до Димки долетаю, вот где-то вот здесь он остановился, чтобы вы понимали, на 40. Обалдеть просто! Шикарная серия, но самое главное, самое прикольное, что название эксклюзив себя оправдало. Вот это круто. Продолжаем, ребята! После, конечно, таких колоссальных машин хочется только лучшее, но... О, кстати, у меня неплохо. А так, у тебя странный какой-то, что с ним-то не так? С Пантиаком этом или что? Это такое вот тебя. Так, БМВ медленная, а это... 600 под капотом! Чего нахер? Чего? Каких 600? 600. Это Арабиш ЛС-100, что ли, или что? Почему так дохера? Почему 600? А я доеду, вообще. Ты не выдержишь. Кстати, да, сейчас ускоряшка, наверное, будет вообще жесть, что происходит. А, у тебя косячный додж, у которого... Почему косячный? А, сдалека у него, короче, открытый, еб твою мать, бампер, не бампер, а капот. Так, Димка говорит, у него там 600 было на стрелках, да? Или вообще? Да, 600. Это сильно. Не, на стрелках, на стрелках. Так, как бы мне разогнаться? Я даже на скорости, ребят, не смотрю, в комментариях можете написать, я стараюсь его удержать. И, мать, он лютый, но он тормозит, мне кажется, он остановится очень быстро. 730, всё, ребят, я отпустил газ. Теперь, надеюсь, его мотать не будет, потому что не газуем. Ой, а я очень быстро там мажу. Ну, я и думал, что он быстро остановится, потому что он всё-таки такой, как говорится, дрифтовый. Слушай, очень быстро 600 км в час растерял. У тебя как дела? Ну, 150. А, ты уже остановился, да? Я по итогу 85 проезжаю, ну, короче, 90 будет, скорее всего. А, прикол тачек дрифтовых в чём? Они все очень быстрые под капотом, но все очень быстро тормозят. Я остановился, 90 ровно, а ты был дальше, неплохо. Но, ребята, вы сами видели, что такие тачки удержать прям максимально сложно. 165 я по итогу. А, даже 165 по накату, хорошо. Ну, и, ребятушки, мы с вами плавно подошли к финалу непосредственно данной рубрики. Последний заезд, и только две тачки для меня, а у тебя три. Крупно говорит, как я говорил, мы считаем. И хрена, это тень. И лянча у меня. Ой, это вообще фигня. Родстер под вопросом, ГТР непонятно какой. Так, а может, по приколу взять Кент Вёрт? У него 92 под капотом. Обидно, обидно. Ладно, лянча, ребята. Родстер раньше был читом, сейчас не чит, но машина такая средненькая, в целом неплохая, но тормозила вроде быстро, вот, насколько я помню. Так-так-так-так-так-так-так-так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, лянча просто гоночная тачка, как бы ничем не выделяется, ребята, хотя скорость должна разогнать, потому что машинка была, в принципе, и без чиповочки неплохая. 477 потолок. 500. Так, окей, я левее держусь, полетели. 490, 480, 462. Ну, как и у меня, плюс-минус. Короче, думаю, ну, одинаково будет Тесла. Ну, не, по накатику вроде быстрей. Чуть-чуть быстрее по накатику. А 45 проезжают... Да нет, что-то ты быстро сел. У тебя, походу, после 100 прям быстро тормозит. Лянча и Тесла Родстер 45. Да, в том-то и прикол, что это электрокар. Что ж, прикольная серия, ребята. Сегодня увидели крутые тачки, но самое главное, что мы все-таки расчехлили ворота, да? Вот я, насколько помню, этот Sky без ускорения доезжал до 380, что ли. То есть с ускоряшкой он на 10% больше ехал, и доехало бы где-то, ну, 430, думаю, может быть, 50. Вот такие приколы. Что ж, ставьте лайки. Напомню, набираем 5000. Выходит следующая эксклюзивная серия в нашем марафоне. И всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока. Пока, ребят.